Привет, ребята! Как я вам уже сказала о том, что испанский язык распространен достаточно в большом количестве стран, и его варианты отличаются друг от друга, но понять друг друга они могут, правда, не всегда. Но мы с вами будем учить вариант, на котором говорят на территории Испании, это по-другому называется еще Кастаяно, хотя Кастаяно называют любой испанский язык по сути. Но скажу еще о том, что на территории всей Испании тоже есть разные диалекты, которые могут вызывать небольшое затруднение. Ну и к тому же на территории Испании есть еще три других языка, которые являются государственными наравне с испанским языком. Ну, приступим к фразам. Первые три строчки — это фразы, каким образом можно поздороваться. Ой, даже, наверное, пишу еще одну, потому что... Забыли подписать. Фраза «Привет! Ола!» Фразы «Привет!» они здороваются как с друзьями, так и с незнакомыми, так и с тетенькой в магазине, то есть это не то, что у нас прям «Привет!». Далее вы увидите в трех фразах слово начинается с перевернутого восклицательного знака. В первом случае специально я его написала таким бузатеньким, чтобы вы не подумали, что это буква «И». В любой восклицательной фразе дублируется вначале перевернутый восклицательный знак. Таким образом, испаноговорящие подсказывают нам, что восклицание уже начинается вот прямо сейчас. Не стоит доходить до конца фразы, чтобы понять, что фраза была прочитанно неправильно. Итак, «Буэнос диас!» Это «Доброе утро». Примерно до обеда этой фразы испаноговорящие здороваются, хотя на самом деле слово «ДИА» это «День». «Буэнос стардес!» Это «Добрый день!» Примерно с двенадцати и до тех пор, пока не стемнеет. Обратите внимание, что здесь было «Буэнос», а здесь «Буэнос». Для того, чтобы сделать четкую разницу между «О» и «А» в данных словах, не нужно переносить туда ударение. Некоторые стараются сказать «Ой», получается «Буэнос». Нет, просто после ударного «Э» «Буэ» не закрываем рот. И получится «Буэнос». Точнее, не открываем. «Буэнос». «Буэнос ночес» это «Добрый вечер», когда уже темное время суток на дворе. Или же, когда вы желаете доброй ночи, потому что слово «ноче» это «ночь». Очень похоже на наш русский, правда? Далее то же самое происходит с вопросительным знаком. Он тоже ставится в том месте, где начинаются вопросительные интонации. И это не всегда начало предложения. Когда мы будем писать диалог, я покажу, что это может быть еще и в середине строчки. Итак, «Como estas» это значит «Как поживаешь?», «Как у тебя дела?». То же самое, синонимичная фраза это «¿Qué tal?», «¿Qué tal?». То есть можно выбрать любую из этих фраз, это будет означать «Как дела?», «Как поживаешь?». Над вопросительными словами в испанском языке, когда вопрос, будет ставиться тильда обязательно. Акцентируя внимание, что именно это слово ударное. Ответ. Возможные ответы на «Как дела?». «Bien» – хорошо. «Mal» – плохо. «Mas» – это «plus», «menus», «minus». То есть «o» – это «или». Получается «плюс» или «минус» или «более-менее». «Mas» – это еще «более», «менус», «менее». «Более-менее». Обычно сопровождается вот таким вот жестом. Ну, в скобочках еще указаны другие варианты. На самом деле, во многих европейских странах, это часть культуры, спросить, как дела, ответить хорошо, неважно, как у тебя дела, да? Поэтому чаще всего будете использовать фразу «bien», ну или вариант «mou bien» – очень хорошо. Можно, конечно, сказать «mou mal» – очень плохо. Но, скорее всего, у вас потом... Ну, будьте готовы к тому, что вас начнут расспрашивать, что с вами случилось. Итак, другие варианты. «Normal» – нормально, «regular» – обычно, ничего выдающегося. «Fenomenal» – это восхитительно, что-то хорошее у вас случилось. И «fatal» – все очень плохо. Ну, я вам рекомендую использовать фразу «bien» или «mou bien». Дальше, фразы, которыми можно поблагодарить за что-то. Это «gracias», можно сказать «большое спасибо», «muchas gracias». Мы с вами используем вариант испанский, поэтому делаем шепелявый «fe», «muchas gracias». Ну, если вам больше нравится латиноамериканский, можете говорить «muchas gracias». Ответ «не за что» – «de nada», «de nada». И две фразы, которые вам наверняка известны – это «si», «da» и «no». «si» обязательно ставить стильдой. Если вы помните из правил чтения, тильда у нас имеет иногда смыслозвлечающее значение. «si» стильда – это «da», «si» без стильды – это «если». Так, ну а сейчас я напишу небольшой диалог. Оставайтесь с нами, диалог мы с вами потренируем. Ну что, вот готов диалог. Синим и зеленым выделены два действующих лица. Здесь я вставила еще несколько фраз, которые не объяснила заранее. На них остановлюсь, переведу. Итак. Hola, buenos dias. Нередко можно услышать действительно, что испанцы горячие говорят «привет», «добрый день». Не удивляйтесь, они действительно так говорят. Hola, buenos dias. Hola. Como te llamas? Como te llamas? Это «как тебя зовут?». Como te llamas? Soy Maria. И ты? Я – Мария, а ты? Вот как раз про то, что я говорила. Когда начинается восклицательная интонация, после запятой ставится перевернутый восклицательный знак, так и с маленькой буквы пишется дальше продолжение. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Меня зовут Pablo. Очень приятно. Me llamo Pablo. Здесь вы, соответственно, составите свое имя. Mucho gusto. Encantada. Это то же самое. Очень приятно. Дословно это «очаровано», но это слово они используют для того, чтобы сказать «очень приятно». Здесь звездочка, потому что мужчина при себя скажет «encantado» с буквой «о» на конце вместо «а». Como estas? Как дела? Como estas? Bien, gracias. И tu? Снова здесь видите знак вопроса не в начале, а в середине. Спасибо, хорошо, а у тебя? Bien, también. Вот этого слова у нас еще тоже не было, обозначает оно «тоже». Хорошо тоже. То есть, как у тебя дела? Хорошо, а у тебя тоже хорошо. Только они наоборот скажут «хорошо» тоже. Bien, también. Bien, también. Adios. Вот здесь идти, да? Пока не было еще этой фразы, но я думаю, вы ее у дед уже слышали. Hasta luego. До скорого. Можно вместо luego поставить pronto. Hasta pronto. Что будет обозначать то же самое. До скорого. Или hasta mañana. Если люди знают, что встретится завтра, mañana – это завтра. Также это еще утро, но в данном случае завтра. Hasta mañana – до завтра. Ну, или вариант как hasta la vista, только он более официальный, который мы знаем с вами, да, по фильму. Ну, вот, пожалуй, все. Тренируйтесь друг с другом, сажайте напротив себя кого-нибудь из друзей и вместе в путь первые ваши коммуникации на испанском языке. Ну, что ж, до скорой встречи в следующем видео. Adios. До скорого. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...